Привет, ребята! Вы на канале Magic Pets. Вы, наверное, заметили, что давно не было видео. Аня уже рассказала всё в видео на канале Magic Family. Нашего любимого Эйвана больше с нами нет. Давайте вспомним его все вместе и попрощаемся с ним. Я, как его сестра, верю, что он прожил прекрасную жизнь. Мы будем помнить его и любить всегда. Прощай, Эйван. Смотрите, смотрите, я сам бегу! Ага! Я видел такую большую муку! Не могу понять, что я это говорю, но мама... Как думаешь, что это? Боже, Эйван, ты меня напугал. Я тебя, считай, съел. Похож я на ящера. Я на тебя обиделась, но похож. И другие призы, а другие победители... Боже, Эйван, там совсем был другой текст. Ты что, не научил слова? Эйван, открой, пожалуйста, глаза. Я пытаюсь открыть, я пытаюсь открыл. Ну, а ты звезда? Мне не нужно быть звездой. Я и так могу получить все. Что ты делаешь, Эйван? Эйван! Эйван! Эйван, все. Ладно. Боже, Эйван. Ну что ж, детишки, теперь читайте мне стишки за подарки. Я не буду больше участвовать в этом карнавале, но стишок прочитаю. Ой, забыл. Где моя шпаргалка? Нет, я попозже прочитаю. Ну что ж, тогда пусть Софиюшка прочитает стишок свой для дедушки Мороза. Спасибо, дедушка, мне не нужен подарок. Ты что, дедушку не любишь? Дед Мороз, красный нос, борода из ваты, ты подарки нам принес, а дальше я забыла. Ну ничего, подарок ты уже заслужила. А ты, гномик, готов читать стишок? Можно мне просто так подарок уже дать? Ну что ж, дедушка добрый, Софиюша, тебе я дарю набор полотенца. Полотенец, как настоящий кузяюшке. Вот, держи, пользуйся. Набор полотенец для оленя, пипец. А мне? Надеюсь, тебе что-нибудь прилично подарок. А тебе, Васюша, у дедушки подарок для настоящего мужчины. Вроде больше тут ничего. Надеюсь, это паштет. Это крем для бритья на травах. Что мне им брить? Ну вот ты, мужик, уже взрослый, найдешь, что брить. Ну что же, будьте счастливы в новом году. А дедушке Морозу уже пора. Нет, это капец, какой-то рога, полотенце, крем для бритья. А можно вопрос, дедушка? Давай. Ты настоящий. Эйвен, ты что, издеваешься? Не казалось ли вам порой, что когда за спиной закрывается дверь, в вашем доме что-то происходит? Например, любимые питомцы не просто отдыхают в ожидании вашего возвращения. Вы об Эйвене и Софи? Да они у меня самые послушные собаки на свете. Не смешите. Я ушла. Ушла? Ушла. Такс. Это Софи. Не была замечена ни в каких проделках. Что? А это ее старший брат Эйвен. Ээээ... У жен-то тем более. Эйвен, мама уже далеко. Ну, привет, адская машина. Жги. Не шутки, мы встретились в маршрутке по номерам матери. Пум-пум-пум. Холодец. Софи, сегодня я понял, что боюсь высоты. Да ладно, надо открыть дверь. Я, пожалуй, тебе снизу помогу. Ну, давай. Ес. Так, сейчас посмотрим. Хе-хе. Ну, что там? Открывайся дверь Ситхов. Что? Ситхов? Я всегда знала, что мой брат немножко странный. Эээ... Эй, еще немножко. Эээ... Кажется, Эйвен, здесь для нас ничего нет. Вообще ничего. Ну, нет. Ты хорошо посмотрела. И это печально. Зря только тужился. Эйвен, у меня есть гениальная идея по поводу еды. Равновесие, мой друг, равновесие, мой друг. И-ха! Я гений. Удержаться, удержаться. Отличненько сижу. Та-та-та-та-та, аккуратненько. Давай, трубочка, давай, падай. Эйвен, лови. Что это? Я, кажется, понял. Я сейчас... Ой, 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 ай. Равновесие, мой друг, номер наберу. Пусть это будет пицца. Пицца, 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 пицца. Пицца есть, чем гордиться, кушает. И чем гордиться? Эээ, что заказываете? Лучше бы была пицца микрочастица. Что? Ничего. Эйвен, может, закажешь что-нибудь? Эээ, нам две пиццы с мясом. И больше ничего не надо? Нет. Соус? Нет. Сыр? Нет. Оливки, может быть? Нет, и можно без теста. Эээ, вы шутите? Нет. Эйвен, давай быстрееей. Мы скоро заставим ваш заказ. Ой, все, надоел. Эйвен, ты куда? Ой, 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 ой. А-а-а-а-а. А, чёрт. Доставить. Софи, лучше тебе выйти. Почему? Фу, Эйвен. Так, сейчас я тогда тебе помогу. Туалеточка. Иди ко мне, туалеточка. Сейчас я тебя намотаю. Эм, да. Эм, да, Софи. Ладно, я пошла, пожалуй, приму душ. А вы любите уточек? Кря-кря-кря. Я суперкубальщик. Я суперкубальщица. Суфи, ты меня пугадишь. Суперкубальщица. Суперкубальщица. Да уж. Надо утку с собой в плавание взять, Эйвен. Как скажешь. Чуть меня на голову не уронил. Ну, не уронил. Уточки, кря-кря. Мамочки. Поехали. Ух ты, блин, Эйвен, я создала воду. Так вот, так вот. Ой, упс. Эйвен. Смотри, твоя вода льется куда-то не на меня. Она льется на пол, Эйвен. Ща поправим дело. Блин. Тьфу, нафиг. Че ты, блин, поплавали? Да уж. Фигня какая-то получилась, а не плавание. Валим отсюда. Эть. Эть. Тьфу, эть. Та-та-ра-та-та. Чу-чу-чу-чу-чу. Такс. Ну, может быть, в другой раз? Ну, может быть. Зато у нас теперь есть плащи. Как у настоящих джедаев. Разве у них были плащиевы? Когда уже пиццу привезут, скукотища Софи. Посмотрим телек. Мой муж ушел к тече. Что за фигня? Я экстрасенс, и я могу... Что? Мамочки, переключи Софи. Говорящие мультяшки? Баян. Ух ты. Ужас Софи, просто детский мультик. Переключаю. Нет. Брачные игры свиноногих бандикутов это очень интересное занятие. Скажи, что я великий бог. Да, ты великий бог. Ютуб. Ютуб. Дел не в проворот, Гиджет. Ни одной свободной минуты. И я буду сидеть здесь и ждать, когда Кэти вернется. Играем. Где я, Софи? Тяжелый был день. Мама. Успеем. Мастерство. Я пришла. Ааа, мои детки уже ждут меня. Привет. Как вы тут поживали без меня? Опять бесились, пока меня не было, да? Прыгали тут по дивану. Фух, какой тяжелый день. Что это? Делаем мясо, спим. Пицца есть чем гордиться. Две мясные, ваш заказ. Пицца. Кря-кря-кря. Порой в жизни случаются такие вещи, которые довольно сложно объяснить. Например, как-то раз... Ага, да. Да. Где машина? Машину угнал! Это Софи. Пятерка по послушанию и поведению. Никогда не была замечена в проказничестве или порче имущества. Что? Я? Конечно. А это ее старший брат Эйвен. Он вообще очень смышленый парень и отличается по кладистым и спокойным характером. Вы сами сейчас это поняли. А это их подруга Мэнни Пэнни. Сложно представить, как они подговорили меня на это. Так, собираемся в поход. Эйвен, это шлем для тебя. Я возьму портельчик. А я возьму сумочку. Отлично, девочки. Мы готовы к поездке. Так, ребятки, для начала открываем дверь. Давай, Мэнни Пэнни. Я подняюсь. Давай уже. Сейчас, секундочку. Открываем. Отлично. Отлично. Хоть. Кто за рулем, девочки? Черт, я за рулем. Почему? Потому что я крутая. Нажмите, садим. Я думаю, заводится так. Эйвен, это фен. Тогда так. Да. Тогда так. Ты издеваешься? Так, так. Может так? Так, так. Эйвен, хватит. Ладно. Я знаю, как завести. Или нет? Да, Софи. Но мы едем уже или нет? Эх, эх. Бортовой компьютер предупреждает. Неправильно нажата кнопка. Ладно, я пошел. Да, без тебя разберусь. Е-е-е-е, соплети. Я сказала, я крута. Эйвен, братик, музыкачку рви, а? Не могу. Поворотничек. Тракторик едет. Отличный солнечный денёк. Отличный солнечный денёк. Отличный солнечный денёк. Эйвен, а посмотри карту. А то у меня все лапы заняты. София соблюдает правила дорожного движения. Все лапы, все лапы заняты. Если все лапы заняты, значит ей нечем рулить. Эйвен, блин. Ладно. Так, карту. Кто не пользуется картами, заплатите 100 рублей. Как всегда, едет со смартфоном. Там надо ехать сюда. Не до седа. Ух ты, как прикольно она бегает. Так прикольно. Ух ты, Иван. Я нашёл всё. А теперь музыкачку, Эйвен. Ладно, Софи. О, я помню всё. Я всё забыл. Обожаю этого мальчика-певца. Алёшин. Я не это хотел. Рэп-старт, да. Ну, тоже ничего. Не то. Вот. Эйвен, ты шутишь? Софи, ты что-то имеешь против классики? Ну, нет, ну, просто я думала, у нас крутянский отдых, и брат у меня крутянский. Ну, ладно, Софи. Что такое? Ты меня не пугай. Хочешь крутить, да? Блин, ну, блин, Иван. У меня сейчас так смертно. У меня сейчас смертно. Всё, всё, всё. Я не так. Закреплой, закреплой. Я думала, будет так. Ну что, детишки, удачи вам в школе. А будет так. Вы когда-нибудь думали, чем могут заниматься ваши собаки, когда вас нет дома? Например, вы собрались в гости. Только в шесть не надо быть дома, потому что с Софией нам гулять. Ага, ну всё, давай, давай, увидимся. Ну что, давай приготовим себе за... Давай. Пошли в магазин. А зачем нам магазин? На яйцами! У-у-у-у! Голубь и прочь! Э-э-э-э-э... Я готов. Подсолнух. Пойдём, Софи. Пойдём. Сейчас мы с кем-нибудь зайдём. Пошли. Иван, другую сторону. А, точно, иду. Так, где здесь у вас яйца? Давай, тётю, попросим, Софи. Тётя, вы так пахнет, я купительную яйца. Эй, вы перестанете, вы не попрошаетесь. Ушла. А у вас есть яйца? Яйца вам нужны? Десяток. Ой, какие красивые вы. Красивые, да, красивые. Тётя, складывайте яички. Красотусечки. Спасибо большое. Но у нас нет денег. Денежков нет, уберите. Спасибо большое. Класс, у нас есть яйца. Спасибо. Кушайте яички, будьте здоровы. Ага, да. Да. Я яйца носит. Или яйцоноситель. Эйвен, пойдём скорее. Ну, это просто носить яйца, Софи. Пойдём, пойдём. Да иду я, иду. Ой, яйца-то мы забыли? Ага, давай, бери. Давай их пить. Как же их нам разбить? Назов, Софи, как двуногие. А какой же нужен нож? Хм, давай, Эйвен, выбирай. Может, этот? Это какой-то меч, а не нож? Этот. Эйвен, ты издеваешься? Может быть, этот? По-моему, это нож для хлеба. Может, такой? Эйвен, ты знаешь, что это? Э-э-э-э. Ой, упала. А как насчёт этого? О-о-о. Выглядит устрашающе. Значит, то, что нужно. Какие яросомаха. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Ну, да, Эйвен. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Эйвен. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Эйвен. Что? Я не похож? Ой, 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 ой. Упс. Эйвен. Ладно. Эть, эть, эть. Удержаться, удержаться. Всё. Нашла тарелку. Будем бить в неё яйца. Ну что, яичко, ты готова? Эйвен. Ладно. Эйвен, оно не бьётся. Не бьётся. Бейся яйцо. Бейся. Бейся. Давай бейся. Дурадкая яйка. Давай разбивайся. Блин, блин, блин. И правда оно как бетонное. Не бьётся вообще. Сейчас я тебя проткну своими ножами, рассомахи. Мимо, мимо, мимо. Опять мимо, мимо. Нафиг, достало это яйцо. Эйвен, у меня есть идея. Уже страшно. Я, кажется, гений. Готовься, Эйвен. Первый пошёл. Ну как? Мимо, Софи. Попробуем ещё раз. Второй пошёл. Ммм, они даже вкусные. Софи, может, а ты уверена, что попадёшь? Уверена. Третий пошёл. Мда. Ну последний раз. Я знаю как. Я его спону. Пнёшь, говоришь. Ой, Эйвен, прости. С меня хватит. Эйвен, я поняла. Нам просто нужно поставить больше тарелок. Тарелок? Больше. Вот эту. А ты лови. Надеюсь, я тебе не попаду на голову. Лови. Эйвен. Эйвен. Ты где? Эйвен. Я успел спрятаться, Софи. Предлагаю всё собрать. Да, да, да. Ну ладно, пожарим так. Такс. Ба-бам. Я создавал огонь. Приправочка. Чёрный перчик сделает ещё вкусней. Отличненько. Перец чёрный. Я вот что нашёл. Боюсь, нам это не пригодится, Эйвен. Софи, всё пропало. Ну, не всё. Ну да, вообще-то всё. По-моему, ничего не получилось. Дымновато. А, свежий воздух. Вода, иди. Помой сковородку. Да, а то уже 5 часов и скоро придёт мама. Тут, оказывается, как в душе можно сидеть. Я не знала. Детки, мама дома. Мама пришла. Слышь раньше времени, мамочки. Не успеем. Детки, мама дома. И купи, пожалуйста, ещё десятки яиц. Что это? Хай, вы на канале Magic Family. Жми красную кнопочку подписаться внизу. Нажал. А теперь жми колокольчик. Говори, Мишель. Иван, она еще не уйти толком говорит. Колокольчик, чтобы смотреть наше видео первым. Но вчера она все сказала в конце. Это было вчера. Мишель, хватит нам мучать себе под нос. Иди сюда, будем учиться говорить. Так, Миш, помолчи. Мне кажется, или она уже что-то сказала. Да, Иван, она сказала. Такс, где мой старый букварь? Столько книг, какая же из них-то тут? Сейчас будем начинать. Вот он. Такс, открываем. Давай, Иван, ищи букварь. Да, я ищу. Мишель, мы гордимся быть твоими учителями. Ты думаешь, она поняла? Пошли уже, Иван. Пойдем, Мишель. Все, она там бурчит опять. Позови ее, Иван. Не хочу потратить весь день. Да, да, давай, Мишель, садись. Давай, читай книгу, Мишель. Давай, читай. Видишь, букварь. Может, аудиобукварь попробовать, чтобы со звуками? Миша. Так, где тут слово Миши ищи? Тут нет такого слова. Миша. Я понял, она просто говорит свое имя. Лайк. Она сказала лайк. Точно, она сказала лайк. Я поняла, она говорит звучные слова. Миша, лайк. Миша, лайк. Миша, лайк. У меня есть идея. Миша. Смотри, Миша, это четыре буквы. М, И, Ш и А. Ты поняла? Все это бесполезно, Иван. Ты слушаешь меня вообще? А, Миша? Ладно, давай другие буквы попробуем. Можно говорить с открытым ртом, как двуногие, вот так. А можно с закрытым, как мы. Эйвен, у меня идея получше. Пойдем. Пойдем, Мишель, пошли. Лучшая учеба, это практика. Мы будем показывать ей предметы и учить их называть. Вот, начнем с зайца. Это кролик. Миша, это кролик. Лайк. Так, погоди, давай еще раз. Что это, Мишель? Лайк. Так, смотри, Миша, это ежик. Ежик. Ты, Миша, а это ежик, поняла? Скажи, ежик, ежик. Лайк. Неправильно, Миша, что это такое? Говори. Это же просто ежик, ежик. Миш, ну скажи ежика. Лайк. Попробуй мячик. Это мячик. А это ежик. Мячик, ежик. С мячиком все собаки играют в мячик. Говори мячик. Лайк. Миш, ну ты что, издеваешься что ли над нами? Да. Мороженое, кролик, мячик. Мороженое. Лайк. Миша, это косточка. Все собаки знают, что такое косточка. Косточка. Лайк. Блин. 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 Нет, Миша, это не блин, это косточка. Блин, мы научили ее говорить блин. Блин, 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 блин. Нет, Миша, не говори ей это злого. По крайней мере, она уже знает три слова. Так, раз она хорошо обучается на повторение, попробуем по-другому. Сейчас компьютер будет говорить, а Миша будет повторять. Миша, ты поняла? Давайте, начинаем. Привет, меня зовут Миша, и я собака-чихуахуя. Нет, Миша, стой, это не мама, это компьютер. Давай другое, давай еще разок. Привет, я Миша, и я говорящая-чихуахуя. Мне кажется, это слишком много слов для нее. Миша, ты умеешь говорить, я внушаю тебе. Ты говоришь, встань и говори, встань и говори, Миша, встань и говори. А это чей такой подавок? Это, видимо, Мишин подарок, да, Миша? Да, это мой подарок тебе, Эйвен. Хоть мы ей поругались вчера. Видишь, она тебе подарок подает его, хотя бы и поругались. Но я обиделся, вчера она сказала, что я зануда. Но ты же и есть зануда. Ой, упала. Прости меня, Эйвен, пожалуйста, что я назвала тебя занудой. Я поздравляю тебя с днем рождения и желаю, чтобы ты был счастлив. Давай повоцай ее. Ладно, я прощаю тебя, спасибо. Ее за что? А что же там внутри? Посмотри. Ух ты, это тут, ты сердечко тут положила, это значит, что ты все-таки меня любишь, да? Да, а у меня есть хвостик и настоящие большие вот такие уфы. Да, Юми, а что там еще у меня в подарке? Достань, мам. Смотри, какой красивый ошейник тебе подарила Миша и положила тебе сердечко туда. Ну что ж, братик, а теперь моя очередь. Мы с тобой вместе уже очень давно и я желаю тебе, чтобы все твои мечты сбывались. У тебя же есть мечты? У тебя же есть мечты? А в том, такое мечты? Ну, эээ, ну да, есть вообще-то. Вот пусть они все сбудутся и я дарю тебе. Ну что? Вот такой вот волшебный мешочек. И что там в этом мешочке, так? Давай, Юми, достану, давай, достану, что там в мешочке я тебе положила. Это собачьи сосиски, Софи, класс. Вот это классный подарок. Ну, все подарки классные, но сосиски можно съесть. А можно этот мой тоже будет подарок? Нет, Юми, это мой подарок. У тебя какая злая, давай. Я похож на короля сосисок? Не очень. Да, лучше просто съешь их, Эймен. Ладно. Тебе понравился мой подарок? Понравился? Да. Понравился тебе мой подарок? Я хотела тебе подарить игровую приставку, но у меня нет денег. Но главное ведь подарок, да? Ну, да. И пока девчонки дарят Эймену подарки, я сделаю торт. Это специальные лакомства для шерсти в виде вот таких вот сердечек. Также у меня есть тут другие лакомства для украшения. И сейчас я сделаю торту форму и украшу его. Подожди ему свое сокровище. Юми, ты уже подготовила Эймену подарок? Да, конечно. Ну и где он? Мне грустно расставаться с моим подарком. Почему, Юми? Потому что это единственное мое сокровище, но я дарю его тебе. Ясно. Это яйцо. Волшебное яйцо. И я на нем сейчас сижу. Яйцо? Зачем мне яйцо? Затем, что оно волшебное. Смотри, какое красивое. Ты можешь, например, его высиживать. Высиживать яйцо? Ну да. Красивое яичко. Да, симпатичный подарок, Юми. Я знаю. Яйцо высиживать. Ладно, Юми, спасибо. Не за что. Не забудь о нем заботиться и любить его. Ладно. Яйцо. Да. Попевай! Мы читали твои письма сквозь экран. Тебя кричали. В этой жизни много смысла. Не оставался никогда. Вспомни в этом мире точно много. Как-то в тебя верит. Если их таких не много. У тебя есть выдава. Попевай мне. Попевай мне. Попевай мне. Попевай! Попевай мне. Попевай мне. Попевай мне. Попевай! Не смотри на остальных. И иди своим путем. Мы никогда не знали, что придет наш миллион. Кто в нас поверит, нас полюбит. Будет наш их рыдаться. Потому что не сдавались, не надеясь в своих сердцах. Не смотри на остальных. И иди своим путем. Мы никогда не знали, что придет наш миллион. Попевай мне. Попевай мне. Попевай мне. Привет. Ты на канале Мэджик Пэт. Я суперпес Эйвен Бро. И сегодня мне исполняется 8 лет. Как будто даже в рифму сказал. Нас уже полтора миллиона. И ты подписывайся. А я хочу сказать спасибо всем ребятам за... Эй, Митя. Что, киса Лис? А как же показать ребятам, что мы тебе подарили, а? Ну да. Короче, мальчик я уже большой. Мне все-таки 8 лет. И я попросил всех не дарить мне ненужные вещи. А подарить то, чем я реально буду пользоваться. Вот. Аня подарила мне крутой мяч для игр в нашем дворе, а теперь он у нас большой. Моя сестра Софи подарила мне мороженку, игрушку ее любимого цвета. Моя жена, как я ее называю, Миша Лайк, подарила мне игрушку-песенюшку своего коричневого цвета. А киса Алиса подарила мне игрушку кусок сыра с мышью. Это в ее духе. А моя, типа, приемная дочь, покемон Юмичу подарила мне банан. Серьезно, Юми? Веселый желтенький бананчик поднимет тебе настроянчик. Юми, это глупо. Он такой прикольный, любимый во моего желтого цвета покемона. Ладно, Юми, поехали. Классный же. Да уж, покемон, бананодаритель. Я Элевен, и у меня сегодня день рождения. Мне исполнилось 9 лет. Ну ты и старик, конечно. А, Юми, это грубо. С-сорян, извините, с днем рождения, не старик. Кстати, про зомби. Все-таки сегодня день рождения Элевена, так что, дорогой Элевен, у нас Софи. Для тебя самый лучший подарок, который ты хотел очень давно, намекаю. Это тачка, тачка, ура, я всегда мечтала тачки. О, господи, зачем такая рать? Нет. Да? А что тогда? Эй, вообще-то это общий подарок от нас всех. И от нас с Юми в том числе. Вы что, забыли? Уже завтра у Элева на день рождения. Ага. Как это? Завтра уже 6 апреля? Черт, я забыла. И я. А вы, вы, вы тоже забыли, да? А вот и нет, Юмичу. Мы вообще-то с Мишей подготовились. Ого, ничего себе. Вот это крутой подарок. Слушайте, слушайте, а давайте, пожалуйста, скажем, что это наш общий подарок, ладно? Что, хотите к нашему подарку присобачиться? Почему это сразу присобачиться, а? А не парикошатиться, например? Короче, вы, как всегда, безответственные. А вот и нет, будет вам уроком. Да ладно, София, а то Рэйвену будет обидно, что они забыли опять. Ладно, только, Радеевна, скажем, что общий. Ах, да, точно, это общий подарок тебе от всех нас. Круто, спасибо. Я так рад, что Юмиски с Алисой не забыли про мой день рождения в этот раз. Да ты че, как мы могли? Мы очень старались. Или все-таки забыли, поэтому общий. Ну вот как он догадался, я в домике. Да, это, да ты, да ладно, проехали. Ясно. Какой кринж. Давайте лучше о хорошем. Дорогой Эйвен, поздравляем тебя всей волшебной семьей с днем рождения и дарим тебе PlayStation со шлемом VR. Чтобы ты мог играть в свои любимые игры про зомби. Ух ты, класс, спасибо вам всем. Это, конечно, не тачка, но спасибо. Снюхай, снюхай, снюхай. С днем рождения. Эйвен, блин, с днем рождения. Вроде все не так уже плохо. Уже вроде не так уже стыдно. Нет, стыдно. Спасибо всем вам. Привет, я Эйвен и мой любимый цвет голубой. 6 апреля мне исполнилось аж 10 лет юбилей. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok